Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». Я Михаил Губернаторов, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас сладкий выпуск. Сегодня поговорим о товаре, который сильно упрощает жизнь любой хозяйки. Его и придумали специально, чтобы даже на обычной кухне можно было творить шедевры кондитерского искусства. С ними все в разы быстрее и вкуснее, хотя и не без вреда. Они делают жизнь сладкой и приятной, но нельзя забывать о чувстве меры. И они символ страстной любви и разбитого сердца. Такие противоречивые, но всеми любимые взбитые сливки. Сегодня поговорим именно о них. Слушайте внимательно, мы начинаем. Нельзя сказать, что взбитые сливки запланили все прилавки. В ассортименте их не более 10 марок, но зато скупают их почти всегда оптом. Огромные пачки массами уходят с производства в кондитерские, большие и малые. Частные производства и на обычной кухне. И, наверное, каждый, кто хотя бы раз их попробовал, уже не забудет этот приятный и легкий вкус. Практически все наименования это иностранные марки, но оно и понятно. Там уже давно наладили производственные линии, а технология знакома еще с 17 века. Сегодня мировой объем производства составляет 22 тысячи тонн в год. Цифра огромная. А если учитывать, что взбитые сливки в том или ином виде присутствуют на каждом третьем десерте, то получается, что только за одну неделю их пробует более миллиона человек. Но популярность – это не всегда признак качества. И взбитые сливки часто этот принцип подтверждают. Сегодня расскажем все об этом продукте, попытаемся разобраться со сложным вопросом выбора, а пока узнаем у самарцев, как они ориентируются и на что делают ставку. Это зависит от каждого лично, от предпочтений каждого. Обращаешь на срок годности, на цену товара, на его качество визуальное. Я вообще за экологичные товары, то есть сделанные из нормальных экологических продуктов, то есть без всякой химии. Дата изготовления, срок годности, качество главной фирмы, под подоверенностью. Я смотрю на срок годности. Очень часто попадается продукция посроченная, причем вот не часто. Ну и естественно, и на изготовителя тоже смотришь, обращаешь внимание, откуда идет продукция. Это тоже немаловажный фактор. Ориентироваться, скорее всего, на иностранных потребителей. Не потребителей, а, как сказать, производителя. То есть, либо это Швейцария, либо это какие-то итальянские сливки взбитые. Но к российским у меня нет предпочтений. Чтобы разобраться точнее, не только расскажем, но и покажем, как не ошибиться с покупкой. Для этого возьмем на пробу три варианта взбитых сливок. Героями сегодняшней программы станут торговые марки Альпингурт, Спрейпен и Уала. Поставим их по алфавиту, согласно названиям. Каждому дадим номер от 1 до 3 и испытаем. В завершении узнаем, кто окажется победителем программы. Сохраняйте чек. Хоть взбитые, но все равно сливки. Отталкиваться нужно от этого названия. Насколько справедливо назвать белую воздушную массу сливками, это еще предстоит выяснить. Оригинальные сливки получают путем сепарирования отделения обезжиренного молока от сливок, которые впоследствии нормализуют по многим показателям и проверяют на качество. И, конечно, классифицируют по жирности. В итоге получается 10 или 20 процентные, бывают 33 процента и 60 процентов жирности. Кому какие больше нравятся. Вот только взбиваться могут не все. Чем больше жирность сливок, тем лучше идет процесс взбивания. Если жир в сливках от 10 до 15 процентов, то эти сливки вряд ли получится взбить. Но даже очень жирный продукт так долго храниться в спененном состоянии не может. Получается, что без добавок не обойтись. Но сливки – продукт однородный, и сырья животного происхождения и иного не приемлет. К сожалению, в данное время производители научились фальсифицировать свое молоко и добавлять в него растительные жиры. Но это можно определить в аккредитованной лаборатории на специальном оборудовании. Что же в составе взбитых сливок? Вода, соль, сахар, стабилизаторы, каротин и растительные жиры. По нормам такой продукт сливками называться не может. Только сливочная масса или воздушная пена. Зачастую так на пачках и пишут, поэтому внимательно читайте наименования. Раньше еще можно было встретить восстановленные сливки, которые делали из сухого молока. Но по новому молочному регламенту их запретили изготавливать. Зато ГОСТ в настоящих сливках разрешает применять стабилизаторы, что производители с удовольствием и делают. Это лимонная или фосфорная кислота. Их кладут в молоко перед степарированием, чтобы оно не свернулось. Но там и без них список немаленький. Можно подумать, что производители обманывают покупателей. Но взбитые сливки тот случай, когда без сопутствующих компонентов не обойтись. Если говорить о непосредственно потребителях, которые будут использовать в своем рационе данный продукт, хотелось бы отметить, что приверженец, например, здорового образа жизни, которые следят за своим питанием и выискивают более натуральные продукты, конечно же, взбитые сливки в рационе этих людей не должны, наверное, находиться, потому что это продукт смешанного, так сказать, происхождения, который и растительного происхождения компонента содержит, и животного происхождения, и кучу различных пищевых добавок. Так что растительные они скорее по необходимости, чем от злого умысла. Но встречаются варианты идентичны натуральным сливкам. И здесь в помощь не только состав, но и внешний вид. Взбитые сливки из белого цвета должны выходить из клапана плавно, без шипения. Выстреливание ни в коем случае не должно быть, как и жидкости. Домашние сливки, они не выдают жидкости, потому что вы их готовите здесь и сейчас и выдавливаете через специальный кондитерский мешок. Они жидкости не дают никогда. Сливки в баночке очень часто дают жидкость. Почему они дают жидкость? Потому что в банке есть напор газа, который, собственно, сливки эти взбивает. Но если напор не довольно-таки не сильный, то, естественно, они у вас растекаются, как жидкие сливки. Как крем или дополнение кофе, в любом случае продукт должен создавать ощущение сладкой сказки, а не триллера. Пена в баллоне держится долго, но и на десерте она не должна быстро оседать. Однако зачастую можно увидеть, что сливки растекаются или даже расползаются по бисквитному тесту. Это брак. Правильный вариант – это который держится до конца вечера. Потому что если вы будете взбивать сливки сами, то эти сливки будут держаться очень долго. Если вы используете сливки в баночках, и они некачественного продукта, они у вас растекутся в течение 15-15 минут. Что еще интересного можно узнать об этом продукте, смотрите далее. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Сейчас расскажем, как в домашних условиях можно проверить сливки на качество согласно советам специалистов. Для начала оценим, кто из них лучше всего пенится. Это важно, ведь главная задача сливок – быть украшением. Лучше всего себя показали второй и третий участники, и мы дадим по плюсу. Теперь посмотрим на наличие влаги. Жидкость в сбитых сливках – продукт нежелательный. И снова лучше всего себя показали второй и третий участники. Теперь посмотрим, кто быстрее осядет. Оставим сливки на время и после оценим. В этом испытании плюс зарабатывает участник номер 3. Пока участники проходили тестирование, на небольшой кухне тосковала над кулинарной книгой Олеся Яковенко. В преддверии Дня всех влюбленных девушка готовит особый подарок. Конечно, будет романтический ужин, а вот что на десерт – вопрос. Ягодные смузи или тирамису, а может быть, любимые капкейки? Решено. А сверху непременно взбитые сливки. Несколько простых ингредиентов. Все смешиваем и отправляем в душную печку до пышного объема. После настывания и вот время украсить десерты. Для этого как раз к месту наши участники. Не все показали себя с лучшей стороны, кто-то растекался, у кого-то клапан заедал. Однако все равно, каждого отправляем на пробу супругу. Перед особым вечером обязательно нужно отрепетировать. Судя по азарту, капкейки удались, а взбитые сливки пришлись особенно кстати. Так что самое время узнать номер победителя. На самом деле, по вкусу все они были интересными, все были неплохими. К этому нареканий нет. Но вторые растеклись. И поэтому они не очень эстетично смотрелись на тарелки. Про третьи не могу сказать того же. Они, наверное, были чуть похуже, чем первые. Ну, что-то нейтральное. Мне понравился номер один. В сводной таблице представлены результаты всех испытаний. Наши участники достойно боролись, но в лидеры выбился лишь один. По итогам всех испытаний лучшими оказались взбитые сливки торговой марки «Ула-ла». Поздравляем победителя. Надеюсь, теперь вы точно знаете, как выбрать правильный продукт и не ошибиться на качестве. Главное, не забывайте сохранять чек, чтобы было что-то тестировать. Увидимся на следующей неделе. Смотрите нас на телеканале «Губерния» и заходите на официальный сайт. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok